Добрый вечер, батюшка. Добрый. У меня вот такой вопрос. Меня очень обидел человек, и я знаю, что проклятие это очень... посылать это очень плохо. Ну, вот в порыве я мысленно вот сказала эти два слова, и я понимаю, что это плохо, и как бы я могла теперь и человека того, может быть, освободить своих дурных слов, и себя тоже. Нужно прийти на исповедь и покаяться. И попросить у Бога, чтобы ваши дурные желания, так сказать, остались без последствий. А Бог сам видит и знает. И ни один человек никогда, ни за свои слова, ни за свою подлость, он никогда не останется без божественного внимания. Поэтому нам незачем. Как кого-то проклинать, кому-то мстить, Господь сказал, мне отмщение, и я воздам. То есть это не наше как бы дело. Что относится и вот к предыдущему нашему разговору о власти. Власть бывает либо более справедлива к своему народу, либо менее. Но если власти вообще нет, начинается такой хаос, что хуже этого нет. Вот хуже революции нет ничего на свете. Это всегда кончается гражданской войной. Когда брат идет на брата, и все дозволено, и всякие люди, которые, ну, их место за решеткой, они выходят на свободу, и начинается очень большой кошмар. Вот. Поэтому более или менее только справедливо. А Бог справедлив всегда. Батюшка, если мы возмущаемся против политики властей, не является ли это ропотом на Бога? Это может являться ропотом на Бога. Но может и не являться. Это зависит от нюансов тех оттенков, в которых существует наша душа. Там целая серия, начиная от полной глупости и заканчивая, ну, действительно, ропотом на Бога. Такое может быть. Ну, может быть и нет. Почему? Потому что, ну, власть все-таки для нас это абстракция. Хотя некоторых представителей власти, ну, мы знаем. Ну, своих местных мы знаем, ну, опять, знаем только в лицо, что у нее там в душе. Потому что, ну, современные политики, они, конечно, достаточно артистичны. Без этого... В Америке вообще даже вот актеров выбирали, и вот там вот... Ну, как бы это очень удобно. А актер, есть актер, тем более такой талантливый, как Рональд Рейган. Он тебе что хочешь может сыграть. Вот. Сыграть президента. Он неплохо сыграл. Американцы считают, что это один из лучших президентов. Вот. Что это такая определенная просто роль. И в этом смысле, конечно, это есть, ну, как-то... Ну, некоторый такой спектакль. Но мы осуждаем поступки. Потому что, к сожалению, я не знаю, как там в других государствах, но в нашем, за многими законами стоит определенное лобби. Когда втихую принимался закон, вот, это уже было, ну, почти 20 лет назад, о смерти мозга, за этим стояли те люди, которые на трансплантологии делают большие деньги. А для того, чтобы иметь органов в достаточном количестве, они протащили этот, ну, общеевропейский закон о смерти мозга. Не проконсультируешь ни с кем. Уже постфактум собрали, так сказать, как они выражаются, религиозных деятелей. И все. И мусульмане, и протестанты, и евреи, и православные, и католики. Все им сказали, знаете, это никуда не годится. И что, что-нибудь изменилось? Нет. Ну, провели мероприятие. Постфактум, что ни на что не влияет. Ну, мне удалось тогда поговорить с Валерием Ивановичем Шумаковым, главным наш трансплантологом, который 99 пересадок сердца сделал. Я говорю, Валерий Иванович, а какой у вас, ну, процент ошибки в диагностике? Он мне тогда сказал, 11%. То есть, даже по их классификации, каждого десятого, они расчленяют живого. Нормально? Почему? Спасибо.